Девушки отдыхают 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 на занятия, после которых каждая отправлялась в свою изолированную от мира комнату. Туда же будущим шпионкам приносили еду. Но совершенно другая методика была в элитной группе избранных агентов фрау Хильтрут. Сдирайте с морд эти маски. Во время учебы вы будете работать в парах, поэтому обязаны знать друг друга в лицо. Резко скомандовала фрау Хильтрут и ученицы тут же выполнили ее приказ. Каждая из них с интересом вглядывалась в лица других счастливец, ступивших на высшую ступень обучения в элитной школе. Фрау Хильтрут робко и неуверенно заговорила одна из девушек. А где агент Бриджит? Она что, не прошла испытания? Наставница резко замахнула с хлыстом и что из силы ударила им несчастную. От удара ученица упала на пол, а Хильтрут молниеносно выхватила миниатюрный дамский пистолет и резко подошла к ней, приставив холодное дуло к виску. Правило номер один. Вопросы здесь задаю я. Это понятно, тупоголовая тварь? Девушка лишь сглопнула слюну и, захлопав ресницами, утвердительно кинула. Но, если вам так интересно, хищно улыбнулась фрау, Бриджит недоумок. Провалила экзамен, поэтому отправлена на свое первое и последнее задание. Хильтрут зловещий рассмеялась, а девушки с расширенными от страха глазами лишь переглянулись между собой. Все ученицы школы знали правила шпионки-недоумки. Девицу, не справившуюся с заданием, фрау использовала как пушечное мясо для отвода глаз. Ее отправляли якобы на тайное задание. И тут же по своим каналам сообщали контрразведке врага о нежданной гости. Девушку быстро разоблачали и, как правило, приговаривали к смерти. Рассчитывая на то, что враг немного расслабился и потерял бдительность, фрау отправляла вслед за рассекреченной шпионкой второго агента, который успешно выполнял задание немецкой разведки. День за днем избранные шпионки изучали предметы, жизненно необходимые для работы тайного агента. Они сидели с книжками на голове, вырабатывая красивую осанку, зубрили топографию, черчение, химию, подрывное и военное дело. Фрау Хильтрут лично проводила занятия, смешивая один предмет с другим. Так, читая лекцию о состоянии военной промышленности Великобритании, Хильтрут неожиданно подошла к одной из учениц и рявкнула. Гретта, сколько шпал в петлицах советского подполковника? От неожиданности девушка на секунду замешкалась. Не думать, мразь! Немедленный ответ! Две... Нет, три! Выпалила Гретта. В следующее мгновение на нее обрушился удар хлыстом. Ты не имеешь права на ошибку, тварь! Курт в карцер эту тупицу! Когда помощник чуть ли не за волосы выволакивал девушку из комнаты, на ее лице не было ни единой слезинки, все ученицы фрау обязаны были молча терпеть ее унижение, вырабатывая железную выдержку и повиновение. Но главное обучение будущих шпионок проходило по ночам под руководством опытных проституток, которых вылавливали во время облав. Жрицы любви проходили жесткий отбор, после которого одни отправлялись в тюрьму, другие на засекреченный объекты. Именно они преподавали науку соблазна и обольщение, рассказывали, как довести мужчину в постели до высшей точки наслаждения, а психологи, в свою очередь, обучали, как ненавязчиво выпытать у разомлевшего любовника данные, интересующие немецкую разведку. Девушки вошли в комнату и слегка торопели. В кресле фрау восседала какая-то неизвестная мадам, потягивающая через мундштук тонкую сигаретку, аромат которой заполнял комнату. Вдруг, как гром среди ясного неба за спинами участниц послышался голос Хильтру. Это Ада Линда. 15 лет она была подстилкой в самых дорогих публичных домах Германии. Сейчас она будет вбивать в ваши одноклеточные мозги, как соблазнить мужика и получить от него нужные сведения. Проститутка хрипла и громко раскашлялась, что вызвало лишь отвращение курсантов. Итак, киски, запомните главное правило. При виде женских прелестей ум и осторожность самца отходят на второй план. Остаются только животные инстинкты. Затянувшись сигареткой, бывшая проститутка хлопнула в ладоши. Курт, помоги мне, шалонишка, а то Аделаида уже совсем отвыкла от мужского тела. Следующий час развратница показывала на Курте, как быстро возбудить мужчину и где у него находятся эрогенные зоны. Даже каменное лицо помощника фрау в какой-то момент расплылось в похотливой улыбке, хотя на первый взгляд приставания этой падшей женщины вряд ли могли кому-то доставить удовольствие. Аделаида гаденько засмеялась и потрепала Курта по щеке. Свободен мой мальчик. Помощник тут же ретировался под смешки ученица, а бывшая проститутка хлопнула в ладоши. Кошечки, слушайте, мотайте на ус. Поделюсь несложным, но очень древним и действенным рецептом, которому прибегала еще Клеопатла. Однажды я опустошила английского моряка на крупную сумму, втерев себе в волосы смесь из травы вербены любистка и руты. Уловив недоверчивый смешок одной из девушек, Аделаида выпустила дым ей прямо в лицо. Зря смеешься. Этот англичанин, надышавшись ароматом моих волос, так завелся, что несколько часов подряд буквально сотрясал барбель. Естественно, после такой зарядки он дрыг, как суслик, не мешая рыться в своих карманов. Атмосферу непринужденного разговора оборвал громкий удар хлыста по столу и властный голос фрау Хильтру. Идиотки, у нас здесь не салонная вечеринка. Включайте хоть иногда остатки своего мозга. Смесь вербены, рута и любистка подсознательно пробуждает потенцию у мужчины, подавляя остальные инстинкты. Далее фрау жестом приказала бывшей проститутке покинуть помещение. А теперь перейдем к одному из важнейших аспектов нашего обучения. Обработки объекта с помощью кокаина и психотропных препаратов. Большую часть времени девушки проводили в секретных лабораториях разведшколы. По запаху они должны были определить, что за содержимое было в той или иной проверке. Или какие химические вещества надо смешать, чтобы вызвать задымленность, скажем, или взрыв. Также девушки обязаны были уметь в бытовых условиях приготовить яд или снотворное из подручных средств. Иногда фрау устраивала своим ученицам жестокие экзамены, которые часто заканчивались летальным исходом. Однажды начальница стремительно вошла в комнату, где девушки ожидали начала занятий. В руке она держала пробирку с абсолютно прозрачной жидкостью. Измерив надменным взглядом учениц Хильтрут остановила свой выбор на марте. Схватив девушку за подбородок, фрау вылила ей в рот содержимое пробирки. Это цианид калия. У тебя есть 10 минут, чтобы спасти себе жизнь, киска. Фрау ехидно улыбнулась. Время пошло. Девушка бросилась к реагентам, быстро перебирая мензурки и пробирки без каких-либо надписей, открывая и пронюхивая каждую. Хильтрут все это время с ухмылочкой посматривала на часы. Через 7 минут безуспешных поисков Марта заметно побледнела и присела на пол. Она паниковала и не могла взять себя в руки. Фрау с ледяным спокойствием следила за бессвязными движениями ученицы. Потом резко хлопнула в ладоши и достала из тумбочки большой торт. Она поставила его перед Мартой и, вонзив свои когти в ее волосы, жри, мразь, а то подохнешь. Хильтрут повернулась к девушкам, обведя их надменным взглядом. Запомните, идиотки, глюкоза, которая содержится во фруктах, сахаре и меде, это главное противоядие против цианида камня. От химического соединения глюкозы и цианида получается циангидрид глюкозы. Это дает вам время очистить организм рвотой или другим способом. Только не затягивайте с антидотом, как этот дура, а то попадете сразу в ад. Хильтрут сухмылкой смахнула с торта крем и облизала палец. Примитивные. Вы хоть знаете, что именно пирожными с цианидом пытались отравить Григория Распутина? И только из-за того, что яд был в креме, тот не подох, доведя своих отравителей буквально до суеверной истерии. И только пуля отправила этого шарлатана на тот свет. Яды были одним из основных видов оружия шпиона. Готовясь к встрече с высокопоставленными чиновниками или офицерами девушки, начиняли ими свои пудреницы или же тонким слоем наносили на посуду, с которой должна была есть или пить жертва. За время обучения в школе фрау Хильтрут девушки становились циничными, податливыми и готовыми по приказу лечь в постель к любому мужчине. После окончания разведшколы выпускницы под разными легендами переправлялись за границу, где устраивались работать официантками, горничными, гувернантками или секретаршами. Поздней ночью при блеклом свете настольные лампы закинув ноги на стол, фрау Хильтрут инструктировала свою первую ласточку Кэт, которая окончила курс обучения и была готова к выполнению задания. Внимательно запоминай легенду. Два раза повторять не буду. Очень скоро ты отправишься в Москву в роли сестры профессора по исследованиям в сфере ядерной физики Штефана Майера. Его пригласили в МГУ как одного из ведущих специалистов в сфере физических исследований. Твоя же цель Иван Васильев. Хильтрут сняла ноги со стола и достала папку, бросив ее перед Кэт. Здесь фотографии и данные о Васильеве. В этой папке много интересного о твоем будущем клиенте. Фрау пристально следила за Кэт, пока та листала досье на русского ученого. Этот профессор сотрудник лаборатории искусственных радиоактивных элементов СССР, которая занимается ядерными исследованиями. Нам удалось узнать о последних результатах, в которых Васильев играет первую скрипку и Рейху они нужны подарез. Ни в коем случае нельзя, чтобы советы нас опередили в этом деле. Девушка впитывала в себя каждое слово учительницы и преданно смотрела ей в глаза. У нас есть информация, что этот Васильев очень любит молоденьких белокурых девиц, таких, как ты. А еще сигары. Хильтрут поставила на стол небольшую коробочку и достала оттуда одну сигару. Ты должна обязательно попасть к нему домой и заставить выкурить хотя бы одну из них. По данным нашей разведки, Васильев с наиболее важными документами работает дома, несмотря на жесткие инструкции руководства института. Начальница ехидно расплыла с улыбки промурлыкала. А кончик каждой сигары пропитан снотворным веществом, который выведет из строя клиента на час другой. Далее фрау дала установку, чтобы после того, как Васильев уснет, Кэт нашла в его бумагах документы по ядерным исследованиям. Хильтрут холыстом приподняла подбородок девушки и прошипела в глаза. Только документы ни в коем случае не брать с собой. Переснимешь на портативный фотоаппарат. Ну и, конечно же, не забывай о главном. Фрау выложила на стол ампулу с синильной кислотой. Ты знаешь, что с этим делать. Советую в случае провала воспользоваться ядом. Умрешь быстро и безболезненно, иначе твоя смерть пройдет в страшных мучениях. Это я тебе гарантирую. Как только Кэт вышла из комнаты, фрау хлопнула в ладоши и из-за шторы вышла еще одна ученица. Ева, ты слышала разговор и, наверное, уже догадалась, что тебе предстоит последовать за Кэт в Москву. Твоя первая миссия контролер. И не дай бог тебе потерять ее из виду. Из-под земли достану. Считай, что за задание ответственна на ты. Если вдруг что-то пойдет не по плану, избавиться от Кэт в первую очередь. Система шпионажа, разработанная фрау Хильтрут, работала как отлаженный механизм. За каждым агентом, который находился на задании, велась тайная слежка. И когда контролер замечал, что шпион не выполняет своей миссии или же отходит от плана, ему передавали послание от наставницы. Если и после этого задания не продвигалось в нужном направлении, контролер избавлялся от агента. Так сказать, подчищал. В Москву фрау решила послать двух своих лучших учениц. Ведь разработки советских ученых в области ядерных исследований вызывали самый живой интерес самого Гитлера. Агент Кэт зубрила на память данные об Иване Васильеве, параллельно собирая чемодан в дорогу. В нем, кроме обычной одежды, девушка везла нотные тетради, а также чистые листы для выкройки модных нарядов. Именно эти предметы она должна была использовать для передачи информации фрау Хильтру. К примеру, в чертежах выкройки, используя тиро и точки, можно было зашифровать тайное послание на языке азбуки Морзе. В нотных тетрадях писать невидимыми чернилами, которые проявляются лишь тогда, когда на них наносится специальный химический раствор. Также лично фрау Хильтрут была разработана методика прокалывания обычной иголкой буквы в определенной последовательности на страницах нотных книг. В своих шифровках немцы часто использовали тайна. Ее секрет состоял в том, что сложив первые буквы нескольких слов, получалось слово, которое несло главное послание. Также существовал ряд альтернативных методов шифровки информации. Запись на боковой стороне колоды карт, расположенных в условленном порядке. Запись внутри вареного яйца. Трафареты, которые, будучи положенными на текст, оставляют видимыми только значащие буквы. В честь приезда немецкой делегации в Москве был организован пышный прием в немецком посольстве, во время которого Кэт была представлена советскому профессору Ивану Васильеву. Девушка была настолько свежа и невинна, что буквально очаровала престарелого ученого. Кэт быстро дала понять Васильеву, что не прочь продолжить знакомство. В течение двух суток парочка созванивалась по телефону и только на третий день застенчивый и стеснительный Иван Васильев созрел для свидания с объектом желания. Кэт предложила встретиться в парке. Раскрасневшийся Иван Петрович достал из своего потрепанного портфельчика букет цветов и принялся целовать ручки Кэт, которая закатывала вверх глазки словно нецелованная юная девица. А престарелый профессор, вытирая платком вспотевший лоб, благодарил небеса за то, что они послали ему на жизнь Кэт. Вы белокурый ангел. Я последние дни не могу ни о чем и ни о ком другом думать. Все мысли устремлены к вам, Кэт. Соловьем пел Васильев, за что был награжден целомудренным поцелуем в щечку. Вроде бы невзначай девушка прижалась к профессору всем телом, чем заставила покраснять ученого. Во время дальнейшей романтической беседы Кэт пожаловалась на брата зануду, который за своими книжками и научными конференциями Света Белого не видит. А ей так хочется увидеть Москву. Васильев отреагировал на это как бык на красную тряпку и тут же предложил свою кандидатуру на роль экскурсовода по столице СССР. Несмотря на такое удачное начало в течение следующей недели Кэт ни на шаг не приблизилась к цели своего приезда в Москву. Васильев как влюбленный болван лепетал какие-то комплименты но при этом не предпринимал ни единого шага чтобы затащить свою знакомую в постель. Хотя девушка несколько раз недвусмысленно намекала на уединение в его квартире. Кэт с каждым днем становилась все напряженнее ведь фрау могла посчитать что она не справляется с заданием и может прислать ликвидатора или же отозвать ее в Германию и там провести показательную казнь. Во время ужина в одном из московских ресторанов Кэт выбежала попудрить носик. Поправляя возле зеркала выбившиеся локоны она застыла буквально от ужаса ощутив на себе ледяной взгляд Евы. Сокурсница с каменным выражением лица наклонила скуху Кэт и прошептала привет от фрау. Она кстати тобой очень недовольна. Ева подкрашивая помадой губы с милой улыбкой сообщила что Хильтрут дает Кэт еще неделю в течение которой бумаги должны быть пересняты. Контейнер с пленками ты должна передать мне через семь слышишь? Семь дней в Центральном парке культуры. Продолжая сладко улыбаться Ева шепнула Кэт еще пару слов от которых у той пробежали мурашки по спине. Уже на следующий день Кэт без предупреждения заявилась на дом к Васильеву и в порыве страсти бросилась ему на шею. Боже как же я соскучилась Иван я поняла окончательно что влюблена по уши. Шпионка вручила ошалевшему от такого известия профессору коробку сигар я знаю как ты любишь сигары поэтому купила самое лучшее. Продавец уверял что у них аромат просто божественны и Кэт капризно сморщив носик начала умолять выкурить сигару немедленно. Васильев как истинный джентльмен не смог отказать даме в таком пустячке. Вскоре профессор начал потирать виски глаза его заметно помутнели не прошло и трех минут как мужчина завалился на бок и Кэт как голодная кошка начала рыться в документах Васильева которые беспечно лежали на столе. Найдя нужные бумаги шпионка принялась их переснимать. Неожиданно сзади к ней подскочил какой-то человек и уже через секунду Кэт лежала на полу со скрученными руками. Первая мысль шпионки была о бампуле с ядом зашитой в вороте плача. Но подошедший мужчина в добротном костюме пробасил. Советую не дергаться к ампуле вам не добраться. После того как синильную кислоту достали контрразведчик предложил Кэт поговорить по душам. Меня зовут Илья Петрович Скворцов. В случае добровольного сотрудничества мы сохраним вам жизнь. Вы молоды и красивы. Зачем же класть голову на плаху в таком нежном возрасте? Несмотря на то, что после репрессий 1937 года советская разведка оказалась на грани развала, все-таки толковые специалисты в ней остались. Поэтому за каждым ученым, который работал над ядерными исследованиями, велось наблюдение. Юная особа, прибывшая в Москву с немецким профессором, сразу же вызвала интерес тем, что буквально вешалась на шею Ивана Васильева. Поэтому за ней сразу же установили слежку. И когда выяснилось, что Кэт настойчиво пытается проникнуть в дом к ученому, в одной из комнат устроили засаду. Илья Петрович вплотную подошел к Кэт и приподнял ее подбородок. У вас есть 10 минут, чтобы принять решение. Я не буду рассказывать, что делает дуболомы на Лубянке с таким милым созданием. Ваши кураторы, наверное, поведали и о конвейере допросов, когда последственному не дают спать по нескольких суток и о психотропных инъекциях, которые буквально превратят вас в овощ. В общем, девочка, выхода у тебя нет. Либо сотрудничество, либо мучительная смерть. Кэт думала недолго и вскоре рассказала о миссии, которую возложила на нее фрау Хильтрут и о Еве, контролирующей выполнение задания. На некоторое время контрразведчик задумался, переговорил с кем-то по телефону, а потом хлопнул по столу, приняв решение. Приведите себя в порядок, к вам еще встречаться с Евой. Через час будут готовы документы, которые вы переснимите и передадите своему контролеру. И не вздумайте выкинуть какой-нибудь фортен. Наши люди будут следить за каждым вашим шагом. Операция по дезинформации немецкой разведки, задуманная Скворцовым, была утверждена в самых высоких кабинетах. Ее цель передача в Абвер исследований профессора Васильева с такими изменениями, которые надолго заставят топтаться на месте немецких ученых. По замыслу контрразведчика этого времени должно хватить, чтобы выбить из КЭТ сведения о школе Фрау Хильтру и системе подготовки немецких шпионов. Следующим утром КЭТ встретилась в парке с Евой. Девушки обнялись, как старые добрые подруги, и в это время шпионка положила напарнице в карман тюбик помады, который служил контейнером для фотопленки. Это лишь часть документации. Остальное через неделю. На большее не хватило времени. Далее девушка сказала, что Фрау Хильтрут может не переживать, ведь Васильев предложил КЭТ поселиться у него в доме, и вскоре все материалы будут пересняты. Договорившись о следующей встрече, разведчицы разошлись в разные стороны. Установив слежку за Евой, советским контрразведчикам удалось проследить целую цепочку немецкой агентурной сети в Москве. Операция по дезинформации Абвера длилась около месяца, и все это время КЭТ давала показания на Лубянке. Когда же немцы раскрыли тонкую игру русских, неудавшуюся шпионку уже отправили на каторжные работы за Урал, где она скончалась через полгода, не выдержав адских условий содержания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова